Уже более трех лет Мария отоваривается исключительно в интернете. Подобрать свой размер, не примеряя вещи, может безо всяких проблем. Но в последнее время девушка все чаще товары не заказывает, а сохраняет ссылки понравившихся ей кофточек и юбочек. Говорит, в нынешние времена даже онлайн-шоппинг бьет по карману. Мне не хватает, мне нет, моя зарплата мне не позволяет заказывать. Без покупателя в кризис остаются и обычные магазины. Заказывать новые коллекции одежды сегодня может себе позволить далеко не каждый владелец бутика. Поэтому многие сбрасывают цены на вещи прошлых сезонов и устраивают большие распродажи. Но даже внушительные скидки больше не привлекают покупателей. И арендуемое помещение приходится освобождать. Предприниматели либо находят площади поменьше, либо и вовсе уходят в интернет. Безусловно, конечно, освобождаются сейчас площади. И во многих торговых центрах, где всегда был дефицит торговых площадей, на сегодняшний день мы наблюдаем освободившиеся площади. Денис занимается как раз теми, кто любит покупать и продавать в сети. Говорит, обычный интернет-барахолкой или интернет-магазином клиентов уже не удивишь. Сам процесс выбора нужно превратить в развлечение, чтобы на страничках любимых магазинов пользователи проводили время не только с пользой, но и с удовольствием, как в социальных сетях. Для продавцов это сокращение издержек, сокращается штат людей, которых нужно кормить, обувать, одевать, платить зарплаты. А для пользователей это в первую очередь снижение цены. Но активным шопоголикам все же нужно быть осторожнее. Даже самые дешевые интернет-товары в чрезмерном количестве могут выйти в круглую сумму. К тому же сегодня речь идет и о повышении пошли на зарубежной онлайн-покупке. Причина – новый таможенный кодекс Евразийского союза, который должен вступить в силу уже в этом году. И тогда есть два варианта развития событий. Первый – пошлина отсутствует за посылки дешевле 22 евро и легче 1 килограмма. А вот 15 евро придется доплатить за посылки стоимостью от 22 до 150 евро и весом от 1 до 10 килограммов. Если заказ выше 150 евро, то за каждый дополнительный килограмм придется платить по 4 евро. Но есть еще второй вариант. Пошлину в 10 евро заплатят те, у кого посылка стоимостью до 150 евро и весом до 10 килограммов. При превышении этих показателей за каждый дополнительный килограмм опять же придется заплатить 4 евро. Но пока что новый таможенный кодекс в силу не вступил. И для многих онлайн-шоппинг сегодня не просто альтернатива, а необходимость. Причем в глобальную сеть обращаются и стар, и млад. И это неудивительно, ведь совершать покупки онлайн можно в любое время суток. Также интернет дает отличную возможность приобретать товары, недоступные в вашем населенном пункте. И позволяет сэкономить не только время, но и деньги. А если вы будете использовать специальные бонусные программы, купоны и пользоваться бесплатной доставкой, то можете сэкономить и вдвойне. Анна Бережная, Василий Косилов. Новости на восьмом.